Доброе утро! По многочисленным опросам в разных странах мира более 80% опрошенных хотят перейти на правильное питание, но не знают, как правильно это сделать. Об этом сегодня поговорим в нашей программе. О том, как правильно перейти на здоровое питание, нам сегодня расскажет психолог, нутрициолог Ранчина Анастасия Алексеевна. Доброе утро! Доброе утро! Какой самый простой способ перейти на правильное питание существует? Расскажите о нем. Если питание изначально еще далеко от совершенства, можно переходить постепенно, просто обогащая свой рацион здоровыми, свежими овощами, фруктами, зеленью. Как можно больше продуктов, содержащих клетчатку, вы добавляете в свои ежедневные привычные блюда. Это может быть в кашу, в салаты, гарниром. И таким образом уже рацион будет иметь больше микроинтриентной плотности, то есть состоять из витаминов, минералов, фитохимикалий, других элементов, которые помогают нашему организму чувствовать себя лучше и комфортнее. И мы снижаем тем самым плохой холестерин, с которым мы все активно боремся, только за счет добавления клетчатки в рацион. Это самый простой и легкий способ. Тем, кто стремится переходить на здоровое питание, я искренне рекомендую присматриваться к свежести продуктов, к их качеству, все-таки ориентироваться на локальные бренды и на локальные продукты, которые выращены здесь, потому что наша генетическая память, она в том числе и ферментативная. Мы усваиваем то, что мы привыкли в своей среде обитания потреблять. Переходить на более микро нутриентную плотность в питании, то есть это не пустые белки, жиры и углеводы, а это витамины, минералы, фитохимикалии. И, конечно, потреблять по голоду, потреблять рационально, тогда, когда этого хочется, и отдельно от эмоциональных потребностей личности. То есть питание должно быть только по потребности. Такие сладости, как финики или сушеный инжир, способствуют похудению? Они вообще полезны? Я бы здесь сказала, что все зависит от того этапа, на котором человек находится при движении к здоровому питанию, здоровому образу жизни. Потому что, когда мы переходим с рафинированных конфет, то, конечно, здесь будет включить финики как некую замену целесообразно. Но, тем не менее, если есть избыток веса, то это такие же сладости, которые содержат в себе природные источники сахара. Но, к сожалению, часто мы сейчас сталкиваемся с тем, что в сухофрукты добавляется диоксид серы, который вызывает аллергические реакции. И если уже вы их используете в рационе, то обязательно предварительно вымачивайте, запаривайте кипятком. И старайтесь покупать в составе, где вы можете посмотреть, не содержит ли этот сухофрукт диоксиды серы. Какие сладости еще вы рекомендуете? Безусловно, это фрукты, которые богаты клетчаткой. Они имеют богатый микронутриентный состав. При этом, за счет высокого содержания клетчатки, они помогают снижать степень высвобождения сахаров, которые в них содержатся. И поэтому инсулин вырабатывается плавно. И поджелудочная железа не перестимулируется. То есть это достаточно здоровый продукт и безопасный с точки зрения именно стимуляции инсулина. Поэтому апельсины, хурма, киви, вот все, что очень богато клетчаткой, это действительно будет рационально с точки зрения потребления вкусных сладостей, но опять же, при адекватных количествах. Нужны ли дополнительные витамины при диетах? Безусловно, когда человек снижает вес, в наших жировых запасах активно расходуется, в том числе, и вот та токсическая нагрузка, которая есть. Это все, что накопилось за период неправильного питания. И здесь требуется не только витаминная добавка, но и, так скажем, некий детокс. Те витамины, фитохимикалии, которые помогают нашему организму больше справляться с этой токсической нагрузкой. Безусловно, витамин С, его нужно будет принимать дополнительно. Это корензин Q10, это альфа-липоевая кислота, ну и другие витамины-минералы, витамины группы В, В9, В6, В12. Безусловно, эти витамины очень важны дополнительно в нашем рационе на период снижения веса, на период диетического питания, потому что с диетическим питанием мы снижаем не только колораж, но и микро-нутриентную плотность тех необходимых веществ, которые есть в продуктах. В статье про здоровье прочитала, что в 2021 году был тренд на вега-питание. Что в 2024? Расскажите. 2024 год – это продолжение всех тех трендов, которые были заданы с начала 2020-х. Это осознанное питание, в первую очередь питание, которое основано на наших импульсах тела. Это к тому, что мы больше начинаем вообще себя осознавать и чувствовать сигналы. То есть это сигнал насыщения, сигнал утоления – это более медленное пережевывание пищи, когда мы, в принципе, фокусируемся на процессности, на самой. То есть это как некая медитация, да, и питание – это тоже как определенный стиль осознанной жизни. Когда мы все-таки больше едим растительной пищи, не только по соображениям здорового питания, но и по соображениям больше экологичности по отношению к природе, по отношению к себе. И расскажите о самых полезных перекусах. Я бы здесь сказала, что стоит работать с мифами и установками, которые есть у нас в голове. Что перекус – это, ну, сразу у нас образ формируется некая бутерброда, да. Это может быть и огурчик, и перчик, орехи, семена, ценно-зерновые батончики. Это может быть желательно сложный углевод с каким-то белковым компонентом. Огромное вам спасибо! Берегите свое здоровье! Сегодня мы узнали, как правильно перейти на здоровое питание. Следуйте советам, которые сегодня рассказал наш эксперт, а также берегите себя и будьте здоровы!